Но что, продолжает апостол, я говорю о себе? Каждый, желающий жить благочестиво, будет гоним. Под гонениями он разумеет здесь скорби, печали. Подлинно невозможно человеку, идущему путем добродетели, быть без печали, сетования, скорби, искушений. В самом деле, как это возможно тому, кто идет путем тесным и скорбным? Тому, кто слышал «в мире скорбь иметь будете»? Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33. Если Иов в свое время говорит «искушение житие человеку на земле», дни его не то же ли, что дни наемника? Книга Иова, глава 7, стих 1. То не гораздо ли больше теперь? Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Стих 13. Пусть тебя нисколько не смущает, говорит, если они благоденствуют, а ты подвергаешься искушениям. Таков порядок вещей. Из моего примера ты можешь видеть, что человеку, который борется со злом, невозможно не испытывать скорбей. Борцу невозможно предаваться неге, воину в сражении невозможно пиршествовать. Поэтому никто из находящихся в борьбе пусть не ищет покоя, не предается наслаждениям. Настоящее время есть время борьбы, сражения, скорбей, воздыханий, есть поприще подвигов. Время покоя будет после, а теперь время усилий и трудов. Никто, раздавшись и помазавшись для борьбы, не думает о покое. Если же ты ищешь покоя, то для чего и разделся, для чего устремляешь руки против врага? Разве мне скажешь не устремлять их теперь? Для чего же? Второе послание к Тимофею, глава 3. Стихи 14 и 15. Что это значит? Как пророк Давид увещевал «не ревнуй злодеям» Псалом 36 стих 1, так и он увещевает «ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено». Не простое «чему научен», но «что тебе вверено», то есть «чему ты твердо уверовал». Чему же я уверовал? Тому, что такова жизнь. Не смущайся же, если ты увидишь противное тому, чему веруешь. И Авраам видел противное своей вере, однако нисколько не смущался. Он слышал, что в Исааке наречется тебе семя, Бытие, глава 21 стих 12. Между тем получил повеление закладь Исаака, и однако не смутился и не усомнился. И так никто, пусть не соблазняется злом. О нем Писание предсказало издревле. Но что, если бы добрые веселились, а злые наказывались? Одно может быть, но другое нет. Злые могут терпеть наказание, но добрым постоянно радоваться невозможно. С Павлом никто сравниться не может, но и он проводил всю жизнь в скорби, в слезах, в рыданиях, днем и ночью. «Три года», — говорит он, — «день и ночь непрестанно со слезами учил» — Деяния святых апостолов, глава 20 стих 31. «И еще был в опасности много раз» — Второе послание Коринфянам, глава 11 стих 26. Не так он жил, чтобы сегодня радоваться, а завтра скорбеть, но не переставал скорбеть ежедневно. Как же он говорит, что злые же люди будут преуспевать во зле? Он не сказал, что они наслаждаются покоем, но будут преуспевать во зле. Это преуспеяние во зле не сказал, что они будут благоденствовать. А когда они подвергаются наказанию, то наказываются для того, чтобы ты не думал, будто грехи остаются ненаказанными. Так как гиенна не может удержать нас от зла, то Бог из сожаления к нам сам удерживает и пробуждает нас. Если бы никто из порочных не подвергался наказанию, то никто не думал бы, что над делами человеческими бодрствует Бог. А если бы все получали наказание, то никто не ожидал бы будущего воскресения, потому что все здесь получили бы воздаяние. Вот почему Бог и наказывает, и не наказывает. Праведники здесь испытывают скорби, потому что они странники и пришельцы, и находятся в стране чуждой. Таким образом праведники терпят бедствие для их испытания. Послушай в самом деле, что говорит Бог Иову. «Хочешь не спровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя?» Книга Иова, глава 40, стих 3. «А грешники, когда терпят что-нибудь подобное, то в наказание за грехи свои». Итак, будем благодарить Бога за все, так ли Он делает или иначе. То и другое полезно. Он ничего не делает с нами по ненависти или по отвращению к нам, но посылает то и другое по вниманию и по печенью о нас. «Из детства, — говорит апостол, — знаешь священное писание. То есть ты с раннего возраста изучил священное писание, а священным писанием он называет божественное писание. На нем ты воспитан, и потому вера твоя должна быть твердаю, и ничто не должно вредить ей. Корень ее лежит глубоко и укрепился в течение долгого времени, потому ничто не может исторгнуть его». «Сказав священное писание, он прибавляет, которые могут умудрить тебя. То есть, не дозволяющие тебе делать что-нибудь неразумное, как делают многие. Тот, кто знает писание, как должен знать, не соблазняется ничем случающимся, все переносит мужественно, иное принимает верою и приписывает непостижимому домостроительству Божию, а для иного видит основание и находит примеры в писании. Не исследовать всего и не домогаться познания всего – это ясный признак знания. Если хотите, я докажу это примером. «Представим себе реку, или лучше несколько рек. Говорю это не по предположению, а таковы действительно реки. Не все реки равны по глубине, но одни мелки, а другие глубоки, так что незнающий может утонуть в них. В одних есть омуты, а в других нет. Поэтому хорошо поступает тот, кто не желает испытывать все реки без исключения, и нежелание его исследовать все глубины – есть немалый признак знания. А кто хочет испытать каждую часть реки, те преимущественно и не знают свойства рек, и часто погибают, отваживаясь пускаться в глубину с той же смелостью, с какой они проходили, неглубокие реки. Так и относительно Бога. Кто хочет знать все и дерзает исследовать все, тот особенно и не знает, что такое Бог. Кроме того, реки по большей части безопасны, а водоворотов и омутов в них бывает немного, в Боге же большая часть сокровенна. И исследовать дела его невозможно, что же заставляет тебя топить самого себя. Знай только то, что Бог устрояет все, что Он промышляет обо всем, что мы свободны, что Бог иное совершает, а иное попускает, что Он не желает ничего злого, что не все бывает по Его воле, но иное и по нашей. Именно все злое только от нас, а все доброе как от нас, так и от Его помощи. Что от Него не укрывается ничто, так Он действует во всем. Зная это, смотри, что доброе, что злое, и что безразличное, как то добродетель добро, порог зло, богатство, бедность, жизнь, смерть безразличны. Познав это, ты вместе с тем уразумеешь, что праведные страдают, чтобы получить венцы, а грешники, чтобы получить наказание за грехи. Впрочем, не все грешники получают наказание здесь, чтобы иные не стали не верить воскресению. Равным образом и праведные не все страдают, чтобы ты знал, что не порог достоин похвалы, а добродетель. Вот правила и законы. Прилагай к ним что угодно, и ты не будешь оставаться в недоумении. Как у грамматиков есть шеститысячное число, под которое все подводится, и все можно определять и разлагать по этому правилу шеститысяч, и около этого числа обращается все, но это знают те, которые учились грамматики, так и здесь, кто знает эти правила, которые я опять кратко повторю, тот никогда не соблазнится. Какие же это правила? Следующее. Добродетель – добро, порог – зло, а безразличны – болезни, бедность, козни против нас, клеветы и тому подобное. Праведные здесь страдают, а если некоторые из них и благоденствуют, то для того, чтобы добродетель не казалось страшным, злые здесь веселятся, чтобы получить наказание там, а если некоторые и здесь наказываются, то для того, чтобы зло не казалось добром и дела их безнаказанными. Если же они наказываются не все, то для того, чтобы не утратилась вера в день воскресения. И между добрыми есть люди, совершающие злые дела, за которые они здесь и отдают отчет. Равно как и между злыми есть люди, совершающие добрые дела, за которые они здесь и получают воздаяние, чтобы потерпеть наказание там. Дела Божии по большей части непостижимы. Великое различие между нами и Богом, а какое именно, того сказать невозможно. Если мы будем рассуждать таким образом, то ничто не смутит нас. Если будем постоянно слушать Писание, то найдем много тому примеров, которые могут, говорит, умудрить тебя во спасение. В Писаниях излагается, что должно делать и чего не должно. Послушай именно, что говорит блаженный апостол в другом месте. «Ты, путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев». Послание к римлянам, глава 2, стихи 19 и 20. Видишь ли, что закон есть свет для находящихся во тьме? Если же свет тот закон, который представляет букву, убивающую букву, то каков тот, в котором дух животворящий? Если ветхий завет есть свет, то каков новый, в котором открыто столь многое, который так отличен от ветхого, как если бы кто людям, не видевшим ничего выше земли, открыл небо и все в нем показал им? Из него мы узнали о гиенне, о царстве небесном, о суде. Не будем же верить нелепостям, каковы все предсказания волшебников. Но как же скажешь, что они говорят, то избывается? Потому избывается, что ты веришь, если только сбывается. Волшебник овладевает тобою, делается господином твоей жизни и располагает ею, как хочет. Скажи мне, если какой-нибудь предводитель разбойников возьмет в свои руки и под свою власть царского сына, прибежавшего к нему и полюбившего пустыню и тамошнюю жизнь, то может ли этот начальник сказать ему, умрет ли он или будет жив? Весьма может. Почему? Не потому, чтобы он предвидел будущее, но потому, что в его власти то и другое – погубить и спасти сына, который сделал его своим господином. Он может и погубить, если захочет, может также и отпустить, если захочет, потому что пленник находится в его власти. Если он скажет, ты будешь богат или беден, то и другое находится в его власти. Так и в мире большая часть людей предали себя в руки дьявола. Стихи 9-14. Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и уничижали других, следующую притчу. Боже, благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или, как этот мытарь, пощу с два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Господь не перестает истреблять страсть высокомерия сильнейшими доводами, поскольку она более всех страстей смущает умы людей, постольку Господь и учит о ней часто и много. Так и теперь Он врачует худший вид ее, ибо много отраслей самолюбия, от него рождаются самомнение, хвастовство, тщеславие и пагубнейшее всех высокомерие. Высокомерие есть отвержение Бога, ибо когда кто совершенство приписывает не Богу, а себе, тот что иное делает, как не отрицает Бога и восстает против Него. Сиюто, Богопротивную страсть, против которой Господь вооружается, как неприятель против неприятеля, Господь обещает уворочевать настоящей притчей, ибо Он говорит ее к тем, кои уверены были о себе и не приписывали всего Богу, а поэтому и других уничижали, и показывает, что праведность, хотя бы она заслуживала удивления в прочих отношениях, и приближала человека к самому Богу, но если допустит до себя высокомерие, низвергает человека на самую низшую степень и уподобляет его бесу, иногда принимающему на себя вид равного Богу. Начальные слова фарисея похожи на слова человека признательного, ибо он говорит «благодарю тебя, Боже», но последующая его речь исполнена решительного безумия, ибо он не сказал «благодарю тебя, что ты удалил меня от неправды, от грабительства», «но как, что я не таков есть?» Совершенство приписал себе и собственной своей силе. А осуждать других как-то может быть свойственно человеку, знающему, что все, что не есть, он имеет от Бога. Ибо если бы он был уверен, что он по благодати имеет чужие блага, то без сомнения не стал бы уничижать других, представляя себе в уме, что и он по отношению к собственной его силе равнонаг, а по милости облечен даром. Поэтому фарисей, как приписывающий совершение дела собственной силе, высокомерен, отсюда дошел и до осуждения других. Господь обозначает высокомерие и отсутствие смириномудрия в фарисее, и словом «став», ибо у смириномудрого и вид смириномудрый, а фарисей и во внешнем поведении обнаруживал тщеславие. Правда, и о мытаре сказано «стоя», но смотри, что далее прибавлено. Не смел даже поднять глаз на небо, поэтому стояние его было в мести и преклонением, а у фарисея и глаза, и сердце поднимались к небу. Посмотри на порядок, какой представляется в молитве фарисея. Сначала он сказал, каков он мне есть, а потом перечислил и то, каков он есть. Сказав «я не таков-то, как прочие люди», он выставляет и разные добродетели. Пощу с два раза в неделю, даю десятую часть от всего, что приобретаю, ибо должны не только уклоняться от зла, но и творить добро. Смотрим Псалом 33, стих 15. «И прежде должен удалиться от зла, а потом приступить к добродетели. Подобно тому, как желая из мутного источника почерпнуть чистой воды, ты должен прежде вычистить грязь, а потом уже можешь черпать чистую воду». Примите то, что фарисей не сказал в единственном числе. «Я не грабитель, не прелюбодей, как прочие». Он не позволил даже просто на словах приложить поносное имя единственно к своему лицу, но употребил сие названия во множественном числе. «О прочих». Сказав «я не таков, как прочие», он противопоставил сему «пощу с два раза в неделю», то есть два дня в неделю. Речь фарисея могла иметь глубокий смысл. Вопреки страсти прелюбодеяния, он хвалится постом, ибо похоть рождается от чувственного присыщения. Так он, удручая тело постом, был очень далек от подобных страстей. А фарисеи подлинно постились во второй день недели и в пятый. Названию грабителей и обидчиков фарисей противопоставил то, что он дает десятую часть от всего, что приобретает. «Грабительство», — говорит он, «и нанесение обид столько мне противны, что я отдаю даже мое собственное». По мнению некоторых, закон заповедует вообще и навсегда давать десятину, а те, кои глубже исследуют его, находят, что он предписывает троякого рода десятину. Об этом подробно узнаешь из второзакония, если приложишь внимание. Смотри главу 12 и 14. Так вел себя фарисей, а мытарь вел себя совершенно наоборот. Он стал вдали и очень был далек от фарисея, не только по расстоянию места, но и по одежде, по словам и по сокрушению сердца. Он стыдился поднять глаза свои к небу, считая их недостойными созерцание горних предметов, так как они любили смотреть на благо земные и пользоваться онами. Он ударял себя в грудь, как бы поражая сердце за лукавые советы, и пробуждая его на и от сна к сознанию, и ничего другого не говорил, кроме сего, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» За все это мытарь пошел более оправданным, чем фарисей, ибо нечист пред Господом всякой высокосердой, и Господь гордым противится, а смиренным дает благодать. Иной, быть может, удивиться, почему фарисей, хотя немного слов сказал с высокомудрием, однако ж осужден, а Иов и очень много высказал о себе великого, однако ж получил венец. Это потому, что фарисей стал пустословить на похвалу себя, тогда как никто не заставлял его, и осуждал других, когда не побуждала к этому никакая польза. А Иов вынужден был исчислять свои совершенства тем, что его стесняли друзья, налегали на него тяжелее самого несчастья, говорили, что он страдает за грехи, и исчислял свои добрые дела для славы Божией и для того, чтобы люди не ослабевали по пути к добродетели. Ибо если бы люди дошли до убеждения, что дела, которые творил Иов, были дела грешны, и он страдает из-за них, то они стали бы удаляться от совершения этих самых дел. И таким образом, вместо страннолюбивых сделали бы негостеприимными, вместо милостивых и правдивых немилосердными и обидчиками. Ибо таковы были дела Иова. Итак, Иов исчисляет свои добрые дела для того, чтобы многие не потерпели вреда. Таковы были причины для Иова. Не говорим уже о том, что в самых словах его, по-видимому, вели речивых, просвечивает совершенное и смиренно-мудрее. «Ибо если бы я был, — говорит, — как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня». Смотрим книгу Иова, главу 29, стих 2. Видишь ли, он все возлагает на Бога и не осуждает других, но скорее сам терпит осуждение от друзей. А на фарисея, который все это относит к себе, а не к Богу, и без нужды осуждает других, справедливо наводится осуждение. «Ибо всяк возвышающий сам себя унизится, будучи осужден Богом, а унижающий себя через осуждение возвысится, будучи оправдан Богом». Так и сказано, «Припомни мне, встань им судиться, говори ты, чтобы оправдаться». Смотрим книгу пророка Исаии, главу 43, стих 26. Субтитры создавал DimaTorzok